Приветствую вас. Я думаю, что ваша ситуация, да, она не столько требует исправления, как вот такового, наверное, сколько она требует корректировки, внимательности от вас, некоторого, я бы сказал, роста личностного вашего, и я бы сказал, что, ну, проживание некоторых достаточно важных эмоций и ощущений, то есть, условно говоря, оно требует у некоторого выхода за пределы вот тех границ, которые, условно говоря, есть у вас сейчас. Вот. Потому что вы оказались, ну, как будто бы заложником собственных эмоций, собственных переживаний. Вот. И вы испытываете, условно говоря, некоторые чувства, вот. Но что это за чувства, которые вы испытываете? Вы назвать не можете, не осознаете, возможно, вы не осознаете их, возможно, вы привыкли их так или иначе себе подавлять, это в данном случае. Наверное, не так критично и важно. Вот. Но достаточно для вас актуально. Итак, есть проблема при общении в отношениях с парнями в некоторых случаях. На мой взгляд, на мой взгляд, скромно, здесь нужно в первую очередь понимать, что это за общение с парнями. И себя представляет. То есть, ну, на основе чего вы общаетесь с парнями, как вы выстраиваете с ними отношения, какого рода, иными словами, это отношения, что они из себя, иными словами, иными словами представляют? Да. А какие основания у ваших отношений с парнями? Потому что одно дело, если вы выстраиваете отношения с парнями. Таким образом, что чисто гендерные отношения, то есть отношения только между мужчиной и женщиной, это один момент. А другое дело, если вы выстраиваете отношения с парнями на основании каких-то ваших интересов, на основании каких-то ваших предпочтений, на основании вот чего-то такого вот ценного, чего-то такого обобщающего, куда вы можете вернуться, как вот, ну, как в некоторую комфортную зону, скажем так. Вот. Потому что одно из проявлений тревожности, вот одно из проявлений негативных моментов часто заключается именно в том, что человек не может, ну, чувствовать себя комфортно в общении. Вот. Потому что нет такой среды, где он мог бы, куда он мог бы уйти, если ему неудобно. То есть при общении чувствуется постоянная небезопасность. То есть я, например, не могу с вами поговорить про книги, потому что я не знаю, какие книги вы, допустим, читаете, я не знаю, какие книги вы любите. Я не могу поговорить с вами про книги. И если мы с вами заговорим, например, о семье, а мне будет некомфортно говорить о семье, то я не смогу уйти в разговор о книгах, потому что я не знаю, какие книги мне нравятся. И в этом мы с вами не пересекаемся, к сожалению. Таким образом, получается, вот, некоторая, ну, можно сказать, не свобода в отношениях. Поэтому крайне важно, чтобы вы увидели, что из себя представляет ваше общение с парнями. Какое оно, ваше общение с парнями, да? И, соответственно, какие у него основания, комфортно ли вам в этом общении? Потому что, ну, вы можете выстраивать чисто гендерные отношения, вы можете их выстраивать. Чисто гендерные отношения. Вот. Ну, вам нужно, ну, вам нужно, чтобы было комфортно в них. Вот. Если не комфортно вам в них, а вы их выстраиваете, то почти всегда это будет С тревогой почти всегда это будет страхом, почти всегда это будет какими-то мыслями, не связанными вообще с, ну, вот, с человеком конкретным. И на самообщение вам будет в достаточной степени все равно. Вот. Или вы будете, как бы, как бы, в общении с другим человеком, да? Вы будете думать, например, совсем, совсем о другом. Вот. Совсем о других вещах, например, вы будете думать, да, ну, как бы меня, там, не ударить в грязь лицом, да? Что бы мне сделать, что бы на меня, там, не накричали, и так далее, и так далее. Да. По факту. Никто на вас кричать не собирается. Дальше. Когда начинаю говорить мне, когда начинаю говорить, что мне не нравится, или что меня беспокоит, начинаю плакать. Я думаю, что здесь у нас имеют место быть другие эмоции и переживания. Я думаю, что у вас здесь имеют место быть... Ну, некоторые, некоторые негативные чувства, вот, связанные вот как раз с тем, о чем, когда, ну, о чем бы говорить. То есть, вот, когда, когда я начинаю говорить о том, что мне, там, не нравится, начинаю плакать. То есть, это же, о, свидетельство, ну, свидетельство, вот, о том, что, там, помимо вот этого, помимо того, что, грубо говоря, есть, есть что-то еще. Так это не просто, что вам не нравится, это не просто, ну, не просто, вам не нравится. Мне кажется, что, есть, есть здесь и что-то еще, ну, какие-то еще другие чувства, вот, ваши чувства. Другие, 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 другие ваши есть переживания, другие есть ваши эмоции, вот, и, соответственно, надо бы их, чтобы зафиксировать. А, вами же, через слезы, скорее всего, делается попытка убежать от вот этих вот чувств, потому что они могут быть страшными, они могут быть некомфортными, они могут быть болезненными, они могут быть травмирующими вас и так далее. Вот. Но именно, именно о них, как это не парадоксально, является тем, что может вас, ну, вот, в буквальном смысле этого слова, сделать живой, подвижный и так далее. Но пока вы от этих чувств своих бежите, потому что привыкли от них убегать, вот, по причинам, которые вы указали дальше. По этим причинам. А вы убегаете от своих переживаний, вот, убегаете от своих эмоций, скорее всего. Скорее всего, это не точно, да, ну, вот, как один из вариантов, вот, здесь, ээээ, как один из вариантов, вот, ээээ, так и, ну, такого, такого проявления, скажем так, имеет место быть. Дальше, эээ, дальше идем. Эээ, так, не могу владеть своими эмоциями, в смысле, а почему вы считаете, что, эээ, с вашими эмоциями, да, эээ, в принципе, нужно владеть? Ну, вот, почему вы считаете, что, эээ, с ними нужно что-то делать? Ну, то есть, вот, эээ, ну, вообще, почему вы считаете, что, эээ, значит, с ними надо, эээ, как-то вот что-то делать? Что-то сказали. что вы сами от себя требуете быть какой-то определенный. А вы такой не являетесь. То есть вы другая, но вы требуете от себя быть какой-то определенный. Хотя по факту вы несколько другая. Понимаете, я надеюсь о чем эта речь. То есть я пытаюсь сказать, что вы сами себя зажимаете в определенную ловушку и сами себя зажимаете в определенной рамке. То есть почему надо совладать. А что будет если не совладать? Мне кажется, что в том числе вот своих эмоций, своих переживаний вы боитесь потому что боитесь, что с ними вы можете не совладать. Я хотел бы показать вам, что ничего страшного, если вы не совладаете со своими эмоциями и позволите им быть, а сами не случится. Кроме, может быть, телесных реакций, которые для вас будут просто непривычны, вот в силу того, что у вас нет такого опыта. Опыта, когда вы не пытаетесь ничего делать, не пытаетесь никак контролировать то, что происходит. Ну, с вами я имею в виду, то, что происходит. Дальше. Что и как, что и как можно исправить? Ну, в принципе, я не знаю, что я сказал. Я не люблю, когда на меня кричат, точно начинают плакать, или когда он рассказывает критику в мой адрес, или это делается замечание строгим голосом. Ну, здесь, я надеюсь, наверное, имеет большое, ну, большое значение имеет то, как вы на это реагируете. Большое значение имеет то, наверное, чем вы на это реагируете. Вот, что вы не любите, а какие вот, какие реакции вы чувствуете, да? Что с вами происходит? Ну, вот в этот момент, мне кажется, это очень важно увидеть, мне кажется, это очень важно зафиксировать, потому что от этого вполне может быть, что зависит от вашей, ну, как бы, вашей жизни, вот то, как вы будете жить, насколько вы будете свободны в своей жизни, вот, насколько вы, насколько вы будете естественны в своей жизни, вот. Мне кажется, ну, мне кажется, по крайней мере, так, мне кажется, такой момент есть. Дальше. В детстве папа кричал за ошибки и плохие оценки. И у вас выработался смеш-рефлекс. Как я реагирую на то, например, когда я делаю что-то не так? Как я реагирую на то, когда, ну, у меня чего-то не получается. Например, чего-то не получается. Вот. Как я на это реагирую? Что со мной происходит? В этот, ну, в этот момент. Вот. Мне кажется, мне кажется, что это довольно важно. Вот, мне кажется, это довольно значимое. Но, мне кажется, что на это нужно обратить вам свое внимание. Вот. Ну, потому что на вас это очень сильно влияет. Очевидно. Что на вас это, ну, что вам это довольно болезненно. Вам, вам, точнее, это довольно болезненно воспринимает. Вот. Дальше. Иногда, иногда я боюсь говорить, что мне не нравится, терплю, пока все не надоест, потом ухожу от проблем. Ну, а здесь ситуация вполне, как бы, понятно, это следствие тех процессов, которые, которые вы описываете. Вот. И то, что вы терпите, это связано со страхом, что, ну, что лучше я потерплю, лучше я промолчу, чем будем там нарываться на проблем и делать себе больно и так далее. Вот. Вот. Сейчас мне кажется, что идея, ну, заключается именно в этом. И то, что вы терпите, то, что вы потом уходите от проблемы. Вот. Вполне вероятно, что вы как-то изначально готовы, готовы, а, ну, готовы, готовы уйти от проблемы, чтобы готовы избежать проблем. Вот. Мне кажется, что это все скорректируется, вот, если у вас, если у вас есть желание менять, ну, этот момент, ну, просто потому что, если этого желания нет, да, вот, то помочь вам. Ну, представляется, конечно, достаточно сложно. Достаточно сложно, мне кажется, в этом случае вам помочь. Я не говорю, что это невозможно совсем, вот, возможно, что и всегда, но просто вот вы можете, там, сопротивляться, к примеру, да, вы можете усложнять саму себе жизнь. Вот. Плюс вам будет, вам будет страшно, ну, вам может быть страшно. И сам по себе страх это нормально, но вы можете пытаться от него убежать. В чем, как бы, ну, одна из, ну, одна из сути, проблематика. Вот. Поэтому обращайтесь за помощью к специалистам, обращайтесь за помощью к психологам, вот. Мы вам поможем с большим удовольствием, радостью, да, мы вам поможем. И вы сможете жить дальше, условно говоря, своей жизнью, да, и быть счастливой. Вот. Но. 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 Вполне может быть такая ситуация, что вот придется что-то менять. Вот. Менять. Вполне вероятно. В... 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 за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, вот, я желаю вам самого доброго всего, удачи, будем на феве обращаться.